МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, уважаемые товарищи, мы подошли к рубежу следующему. Значит, мы, рассмотрев чистое бытие и все, что с ним произошло, пришли к тому, что перед нами сейчас находится определенное наличное бытие или нечто, которое появилось в результате снятия становления между отрицанием и реальностью, а следует между определенностью и наличным бытием. Так вот, определенное наличное бытие – это есть нечто. Кто взялся бы за рассмотрение нечто? Так, хорошо, вот мы обращались на правый фланг и по центру, значит, теперь надо на левый фланг. Роман, пожалуйста, попробуйте рассмотреть нечто. Значит, наличное бытие мы различили определенность как качество, а в последнем были различия реальность и отрицание. Да. Они положены наличным бытием как сущие. То есть и реальность выступает как наличное бытие, и отрицание выступило как наличное бытие. Да, я все-таки уточнил, что мы и различие между реальностью и отрицанием тоже сняли. Но раз сняли, значит и сохранилось. Сохранили. И, значит, наличное бытие есть теперь, получается, наличное сущие. Наличное сущие или нечто. Или нечто. Или нечто. Так. Мы получили нечто, как первое отрицание отрицания. Да, и тоже. Помните, было отрицание. Теперь, а нечто же, оно имеет вид и форму бытия. Да. Значит, отрицание подверлось отрицанию. Ну, то есть, нечто так же есть и в себе и становление. Вот это важно понять, что второй-то момент. Все имеет вид наличное бытие. Замечательно. Поздравляю. Определенное наличное бытие. Но бытие, а момент, который берет начало от ничто, снятый, разумеется, он-то присутствует в этом наличном бытии? Да, присутствует. Как отрицание или как другое просто? Да. Как другое нечто. То есть, как другое нечто вообще? Вот так вот. Ну, как другое нечто просто. Да, как другое нечто. И получается, что нечто и другое, они оба наличные сущие. То есть, оба нечто. Значит, Ренат, там другое или иное используется термин? Иное. Давайте придерживаться иного. Давайте. Иное. То есть, нечто и иное есть оба наличные сущие. Так. Соответственно, значит, оба иное. то есть каждый из них есть также иное то есть если подробно рассмотреть если мы возьмем нечто нечто то они по отношению друг другу будут и нечто иное каждое нечто выступает по отношению к другому нечто в качестве иного так то есть то есть каждое наличное бытие она находится вне друг друга я бы роман точил каждое нечто каждое нечто находится вне друг друга да и определить нечто тем самым только можем в их сравнении нечто как нечто иное определили так дальше мы можем что сделать посмотреть на нечто отдельно изолировано на нечто все-таки или на иное на иное на иное на иное может посмотреть изолировано потому что нечто мы с вами как раз рассматривали она у нас и появилась рассмотрение наше и представлено и все у нас оба нечто и иное нечто и само нечто и все у нас имеет вид нечто но вот здесь важно что и подчеркивать что иное является внешне по отношению к нечто есть вне нечто если я нечто по отношению значит вы иное по отношению к мы вне меня и наоборот но все равно иное есть вне нечто вот пока на этой стадии рассмотрение а если иное есть вне то значит давайте-ка мы его рассмотрим у нас единственное осталось что рассмотреть его да само по себе раз оно вне объективно так мы тогда и должны рассматривать само по себе потому что обо всем остальном нам известно если мы будем рассматривать иное то мы должны сказать о том что его можно рассмотреть только как отношение самим собой ну если мы отдельно его рассматриваем то есть вот то есть вы хотите сказать что иное само по своему определению указывает на соотносительно с чем-то да хотя но и вне есть нечто но все равно иное подчеркивает соотносительность в самом названии значит ну хорошо если мы рассматриваем иное взятые само по себе то с чем оно соотносится самим собой как отрицательное оно есть иное по отношению к самому себе а мы так и должны оно же вне нечто мы поэтому и рассматривают вот так как оно предстало перед нами оно вне нечто ну хорошо вот мы рассматриваем само по себе подождите подождите а мы ничего нет вот оно уже и становится есть на ваш вопрос отвечает оно уже и становится то есть а расстановится этот процесс процесс идет еще вот но иное уже конечно сказать это само есть результат снятия становления я о другом говорю что вот вы спрашиваете по соотносительности как оно так вот значит иное взятое само по себе есть иное по отношению к самому себе вот давайте стоп вот это зафиксируем оно иное по отношению к самому себе не менее не взрывает не вызывает возражение пока давайте вот эту часть пройдем не понимаю хорошо иное взятое само по себе оно иное по отношению к чему к самому себе оно иное по отношению к самому себе погодите погодите Я лексики понимаю суть Погодите, погодите Вот вы это и понимаете Вот здесь-то ход-то правильной мысли У вас ничего не возражает? Иное взятое само по себе Есть иное по отношению к самому себе Так получается Иное, то есть иное Чего? Самого По отношению к себе, самого себя А, так мы опять видим тогда Нечто иное Нет, пока не видим никакого нечета еще Мы же иное рассматриваем само по себе Какое нечета? О чем вы говорите? Иное самого себя То есть иное Иного Вот что мы видим Мы видим, знаете Роман, значит, пожалуйста Мы видим иное, иного Мы видим иное, иного И что это? Это иное Нет, стоп, стоп Не проскакиваем, совершенно верно Я дальше хотел сказать Стоп, стоп, если вы дальше скажете У вас мысль уже другая будет Если вы скажете, что иное, иного Есть иное Тогда у вас Мысль наша приходит тому Что здесь равенство Того, что было С тем, что есть А когда мы А мы все-таки зафиксировали этап Есть иное, иного Это что? Иное, иного Это нечто отличающее от иного Да Конечно Это же иное, иного То есть неравенство с собой Иное, как неравное Самому себе Да, иное То есть вот момент Неравенства с собой Это же иное, иного Так а что вы удивляетесь? Вот, Михаил Вы только что улыбались А сейчас уже А сейчас уже напряжены Так вы отличаетесь От того, который был Минуту назад Секунду назад Минуту назад Минуту назад Минуту назад Минуту назад То есть, например Я вдохнул Да Я уже изменился Только одно Сплошное неравенство Страшное делается Есть и другое Иного И вот о следующей мысли О иного Вот вы отличаетесь от того Вы с чем соотноситесь? Иное, иное Есть Только с собой можно Иное Так оно и вылезло Вы отличаетесь от того Что было Но это же тоже вы Но правда уже Сказать, через иное Мы здесь идем Вы были иным По отношению к себе Мы рассматриваем Я могу вас рассматривать Как иное Но вы же иное По отношению ко мне Вот вы и рассматриваете Вот вы иное Иное, которое Минуту назад улыбалось А сейчас вот Задумались крепко Вы тем самым Отличаетесь от себя Ну и с чем вы соотноситесь? Вы уже не со мной Вы с собой Мысли-то Ваши Вы с собой Думаете В себе То есть Вы от самого себя Отличаетесь А не от меня же В этом смысле Вы были такой Сейчас стали секой Вы отличаетесь от себя Отличаетесь от себя Но Отличаясь от себя Вы Но иное Иное иного Есть Это все равно же вы Михаил Или не вы Это я как пример Совершенно Но иное иного Есть иного Иное То есть вы были Михаил Который Да, пожалуйста Иное иного Есть иное А вот это третье Иное Оно соответствует Первому Ино Соответствует Конечно Соответствует Соответствует В том смысле Что во-первых Тут нет третьего иного То есть мы Взрачем Иное Иное Это первое Иное Нет их трех Нет Это все одно Иное Оно Соответственно А вот где вы взяли Третье иное Иное Взятые Само по себе Есть иное По отношению к самому себе, то есть иное самого себя, никакого тут и второго-то даже нет это все вы, это все о вас это все обо мне, если вы меня будете рассматривать, как оно нет тут третьего а есть соотношение неравенства с собой первое, да у Ленина, где он пишет товарищей по партии характеристики, когда он пишет про товарища Сталина отличный человек но в одном отношении это на самом деле означало что товарищ Сталин, обратите внимание на это товарищеское пожелание иное, иное, и есть иное то есть надо было Сталина же и надо было тем самым Сталин рекомендовал потому что, да отличаться надо то есть не диалектики думали, что он какого-то другого человека ищет так, давайте вот теоретически значит иное и иное, есть иное как вы правильно подчеркнули значит здесь иное опять так сказать стало так сказать равно самому себе же самому себе то есть это момент равенства с собой то есть это не третье иное ну какое третье иное если мы рассматриваем иное отдельно вообще да, само по себе самому себе отдельно откуда выскочил первый, второй, третий нет, нет, это оно уже само то есть оно у нас написание иное, но оно уже само это речь все о нем же идет такой вопрос да а зачем мы тогда рассматриваем иное раз оно остается в равенстве с собой мы рассматриваем его как момент не, равенство с собой это как, извините меня это когда мы пришли к утверждению что оно равно самому себе сначала зафиксировав что оно не равно не равно самому себе а теперь мы пришли к тому что поскольку и в этом не равен и вот по-другому ничего не скажешь если мы рассматриваем изолировано то есть хотите еще раз пожалуйста мы рассматриваем не то что изолировано а само по себе а само по себе чего изолировать чего изолировать кошку которая так сказать ходит сама по себе она и так изолирована то есть она вне нечто почему мы рассматриваем но это само по себе потому что она вне нечто и тогда мы И поэтому первая мысль была, что всецело неравное самому себе, иное-иного. Но иное-иного есть иное, вот о чем совершенно справедливо сказал Михаил, и это подчеркнул. И тогда мы приходили к выводу, что оно и не равно самому себе, и равно самому себе, иное. А раз оно равно самому себе, то есть снова привлекут утвердительность, то это нечто. Оно и так было понятно, что нечто. Но сейчас оно прям зримо перед нами выступило, уже не как иное. А раз оно с собой соотносящееся, как равное себе, это нечто. Иное-иного есть иное, это момент справедливости самому себе. И оно же нечто. А вот потому что оно равно самому себе, то есть появляется мысль об утвердительности, то оно нечто. И это, конечно, никак не противоречит тому, что мы знали, что иное – это тоже нечто, это тоже определенное личное бытие. Да. Но здесь это уже некоторый такой результат рассмотрения. То есть мы-то думали, что с чем-то другим соотносятся, конечно, но когда другое соотносятся с другим, с самим собой, то есть тогда у нас… А вот он момент, мы не могли задержаться на том, что это отличное. Так если я с собой отношусь-то, мы сразу пришли к моменту равенства с собой. Иное-иного, вот первое, что мы зафиксировали, и вот говорим момент, неравенство, да, но иное – это иного, есть иное. Опять иное. Ну, вот это два утверждения об одном и том же, прямо противоположных. Не то, что мы одновременно высказали, мы их не одновременно высказали. Но теперь мы видим, что, подытоживая картину, можно сказать, что нечто и равно самому себе, и не равно самому себе. Итак, момент неравенства, нечто с собой, как называется, отсутствие собственного личного бытия. Он у нас первый, пристал перед нами. Поэтому опять заметьте, Гегелеву первым называют… Бытие для иного. Бытие для иного. Бытие для иного. Это момент неравенства, нечто с собой. Он еще говорит интереснее, это же для иного отсутствие своего на личном бытие. Это же для иного бытия, отсутствие своего. Думаешь, как же так, отсутствие? А что присутствует? Так а второй момент, равенство все-таки есть. А нечто, как равное самому себе, это в себе бытие. Это в себе бытие. Так, Роман, попробуйте дальше. Мы различили два момента. Момент неравенства с собой. Оно выступает как бытие для иного. Но это равенство с собой, которое выступает как в себе бытие. Дальше. Эти моменты, они взаимопроникают друг в друга. Так, вот каким образом? Правильно говорите? То есть, во себе бытие есть и бытие для иного. А вот бытие для иного есть и в себе бытие. Но что бы в себе бытие не стало тем, что есть бытие для иного, оно должно противостоять бытию для иного. Так. Правильно. И появляется третий момент. Мы назовем его в нем бытие, которое противостоит бытию для иного. чтобы в себе бытие как бы удержало себя. Угу. Угу. То есть, оно не пассивно, оно активно вводится с бытие для иного. Так. Хорошо. Это вот и есть в нем бытие. В нем бытие. Хорошо. Ну, давайте чуть-чуть. Вам можно как-то. Сейчас, пример. Сейчас, пример. Вот я еще совершаю. И мы дошли до понятия, точнее, до определения определения. Ну... То есть, до качества, которое есть в себе в простом нечто, но которое находится в виде с другим моментом этого нечто, с нем бытие. Да, это правильно. То есть, вот ход такой. Но с первого раза, конечно... С первого раза. Нет, ну, кстати, так, в принципе. Хорошо. Мы поняли, что есть в бытие для иного... И в себе бытие. Хорошо, давайте с примерами. Давайте чуть-чуть отдохнем, потому что вот оно... Примеры тоже, они помогают нам понять, от чего. Абстрагировался Гегель, да, когда приходил к этим предельно абстрактным категориям и показать, что они правомерны. Значит, вот вам приходилось слышать, значит, один мужчина говорит другому, там грубо говоря, что ты ведешь себя как баба. Ну, в чем это появляется? То есть, капризность какая-то, бля-бля-бля, что такое. Я понимаю, это грубо, я как раз несторонний, но такое можно слышать. И что, к кому обращаются? Обращаются к мужчине. К мужчине. Но у него есть отсутствие собственного личного бытия. Ты никак не соответствуешь как это, Расул Гамзатов. С присутствием женщин сидят, значит, там гордость нет, и в помине. По-моему, это вранье. Мужчина, мужчина, мужчина. Вы помните звание свое? То есть, что это такое? Это ты, в присутствии женщин сидят. Как это понимать? Ну, вот с точки зрения Гамзатова. То есть, это не мужчина, так он ведет себя не как мужчина, да? Бытие для иного. Это же мужчина, мы знаем. В чем-то он мужчина. Не обращение через отрицание. Да все это можно. А Бытие для иного, оно берет свое начало отрицательности и отрицания тоже. Да, со стороны отсутствия на личном бытие. Что же, как себя ведешь? Или наоборот, скажите, женщина проявила мужской характер. Думаешь, ничего себе, железная ледь, это что? Это вот подчеркивается женственность ее? Остановила коня на скаку и в горячую избу вошла. Вот у нас. Культуре это характеристика. Тоже вроде как. Ну, а что делать? если вот... Можественность, характеристика, мужественность. Мужественность, да. Мужественность, это рассматривается как бы тем мужчиной, даже понятнее, но тем не менее, вот, и для женщин тоже. А что делать, если судьба такая все время у нас? Значит, мужчина воюет, значит, здесь на тебя все тяготы этой жизни, да и мужчин воюет без женщин на образе. Можно обойтись на фронте? Тоже нет, значит, опять вот такие условия ставят. И так далее. Вот это бытие для иного. И примеров бытия для иного. Сколько угодно. Ну, скажем, совершенно неразумный человек. Я просто читал, когда-то попалась книга психиатрия клиническая. Значит, ну, человек вот неразумный, совершенно, все, и вдруг говорит, пусти, миленький, что-то нам бы пройти. А прямо это вот записали. Да как же неразумный? Это же очень разумный. Ну, после этого ничего не сказал такого. Вела в данном случае вполне разумный себе. Да, эту женщину. И сколько угодно, может быть. Или на миру и смерть красна. Что это такое? Ну, вроде как, ты и побаиваешься, и все, и страх. А тут вот прямо бесстрашие, да. Бытие для иного, что вот идешь, все, не знаю, насколько она красна, но как-то так вот. Короче, говорят, трусы не празднует человек. Вот такой момент, когда выступать некуда, видим, тоже бытие для иного. То есть, все что угодно. Ну, я уж не говорю от простого, что ты сегодня похож на себя, да, ты сегодня в себе, это опять вот в себе. То есть, это сколько угодно можно. Таких примеров говорить. Но, я бы хотел заострить внимание на следующей мысли, которую вот роман совершенно спроявлево подчеркнул. Что в себе бытие это не просто противовес, бытие для иного, нечто отличное. Гегель подчеркивает, что в себе бытие это не бытие, бытие для иного. Значит, оно само определяет себя как соотносящиеся, и только так, причем отрицательно соотносящиеся. Вот это, на мой взгляд, тоже очень важно понять, что можно быть в себе бытием, только отрицательно соотносясь с не бытием, с бытием для иного. Только в отрицательном соотношении. Ну, вот некоторые примеры. Вот, скажем, социализм это строй социального равенства в его первой фазе. В чем равенство можем видеть? Ну, все трудящиеся там. Там не может быть нетрудящихся. Ну, я не имею в виду нетрудоспособных людей, а те, кто трудоспособен, трудятся. Вот в себе равны, отличаются от нетрудящихся. И это все. То есть, и давайте вот на этом делать акцент, что они все трудящиеся, вот они в себе, вот равенство социализма себе как бесклассовому строю состоит в том, что все трудящиеся. Ну, давайте об этом говорить, все будем говорить. Вот все начали говорить, все начали говорить, и скажем, ну, если все трудящиеся, и социализм в этом равен самому себе, то, скажем, есть партия, авандарок класса, ну, давайте тогда, ну, кто захотел туда, тот и пошел. Ну, все же трудящиеся, все равны в этом смысле. Что по-богу, все живут трудами своими. И вот так ведь произошло. Да, в середине 30-х годов отменили, знаете, вы, наверное, как историк, может, это видели. Что отменили? Значит, категории очередности приема в коммунистическую партию. Что это принятие в Сталинской Конституции? Близко к этому. Это другой вопрос. Там внутри партийное было дело. Значит, вот в 30-м году, если вы хотели вступить в партию, вас бы записали. Так, какую вы категорию относитесь? Ага. Вы, значит, ну, аспирант, студент, ну, или кто там. Значит, первая шли в категория. Рабочие от станка. Вторая. Красноармейцы. С винтовкой там все понимали, что у него льгота такая, у коммунистов. Вперед под пули. Третья, четвертая, пятая. То есть, что тем самым учитывали? Что общество тут разделено, еще там, так сказать, отличается по своему самому экономическому положению. Вот оно, бытие это для иного. В чем стояло бытие для иного? В социальном неравенстве, в социальном классовом неравенстве. Что рабочие и интеллигенты это разные, так сказать, социальные группы. При том, что у них есть какое в себе бытие, что это труженики. Что все они труженики. Так вот, как только об этом забыли, ну, теперь мы всех принимаем. И что вы думаете? И уже в начале 50-х годов еще представлены. Рабочих из станка было подавляющее в партии меньшинство. Я не знаю, было ли 30%. Потом мы удивляемся, откуда, почему такой переворот? Так правящую партию, значит, меньшинство, членов партии. А в руководящих органов, как вы думаете? Еще меньше. Что удивляться? Собрались люди, понимаешь, которые заняты трудом в других условиях. Ну, вот мы скажем, сейчас я занят приправительным трудом. Милое дело. Было жарко, вот, Михаил, спасибо большое, открыли свежий воздух. Свет хороший. Ни тебе вибрации, ни шума, ни газа, ни излучения никакого. Ничего. То есть, у них уже все хорошо. Или очень многое хорошо. И как они будут, значит, бороться за уничтожение классов? за что нам будут бороться? За то, чтобы освободить рабочий класс от связи с таким вот трудом. Или от того, что он закреплен за этим трудом. Что все тяготы на него. А мы будем со стороны смотреть и так далее. То есть, вот мысль о том, что в себе бытие есть небытие, бытие для иного, небытие, то есть, только отрицательно соотносяясь. Ну, отрицательно. Тем самым себя утверждая. Вот она не проникла. Поэтому можно было. Да, равенство есть. Но мы видим и неравенство. И значит, как надо было в себе бытие утверждать. Значит, хорошо, в партию, вот я не знаю, надо ли бы отменять разнарядку, так сказать, очередность приема в партию. Может и не надо. Дальше. А в руководящих органах партии кто должен быть? В большинстве. Рабочие. Ну, почему мы все трудящиеся? Так мы же хотим отрицать неравенство. Так а как же мы в руководстве не будем видеть этого неравенства? Ну, тогда и в жизни будет политика такая. Что же такое? Значит, надо дать приоритет тем, кто наиболее заинтересован по своему положению в освобождении общества от классовых различий. Ну, кто больше всего заинтересован? Он не то, что угнетаемый. Вроде угнетения-то нет. А вот он просто уже в худших условиях труда, в худших условиях жизни. А труд-то это что, не жизнь? Восемь часов. Это жизнь. Восемь часов. Так, так, шум. Придете на завод там, это модельчики. Господи, вот они что там делали. Ну, и что? А потом, тоже не слышно ничего, значит, уберем. Или с респираторами, ну, тут тяжело дышать, уберем. Значит, потом там у тебя черт-те знает что. Так, значит, это надо было учитывать, эту разницу. И активно, так сказать, с этим бороться, в том числе и внутри партии. В том числе, вот таким образом, что сохранять, может быть, категорию очередности приема. Да. И тут первая станка. Значит, можно было поставить, вот в 30-м году большинство было рабочих станков партии. И, видимо, там показалось, что это само собой. Как это само собой? чтобы в правящую партию не шли, которые говорили, да мы же умнее. И точно можете умнее. Мы образованнее. Мы же лучше выступим. А вы нас все хотите где-то там держать в очереди. Знаете, какая обида была? Я ее застал, эту обиду еще, потому что у нас тоже была разнарядка. Что надо было принять нескольких там рабочих или из рабочих, чтобы принять одного интеллигента. Я все ждал. Мне наконец-то анкету дали. Это значит, где-то приняли там двух рабочих. И уж принимали, кого не помню. Слушай, ну пойди. Мне зачем? Да нет, то иди, иди. Он действительно не понимал зачем. А я могу объяснить, зачем? Мы ему объяснили. Мы тебя зовем для того, чтобы принять вот того. Ну, ты принял, все, спасибо. А потом, хоть уходи из этой партии. Но мы уже интеллигента приняли. Так вот оно, бытие для иного. Значит, оно нарастало. Оно-то боролось себе бытием, а бытие себя не утверждало. В себе бытие. Как не бытие, бытие для иного. То есть, может быть равенство в себе, только борясь и противостоя моменту неравенства. И находясь в нем единстве, в активном причем. Как не бытие, бытие для иного. Но если мы этого не видим, и этого не ест, мы тогда получаем очень плохие результаты. Тоже в сфере управления, скажем, управляем в чьих интересах. И кто управлял? Должны управлять в интересах рабочего класса. Государство, диктатуры, патриаты. А кто занят в сфере управления при сохранении разделения труда? Ну, те, кто не рабочие. Так как они будут организовывать борьбу за не свои интересы? Или, может быть, и свои интересы, но еще раз говорю, они не сильно заинтересованы. А что значит не сильно заинтересованы? Значит, для них темп не так важен. Когда будут оздоровлены условия труда, это важно для тех, кто сидит уже в здоровых условиях труда? Не так важно. Ну, через год, через 10 лет. Какая разница? Так это 10 лет жизни у того, значит, у него жизнь сократится. не у меня же сократится. В этот момент найдутся более какие-то важные дела. Значит, что же тогда надо делать? А надо делать, чтобы приходили в государственный аппарат, рабочие, контролировали, что там делать. Но это тогда, значит, все равно еще деление на тех, кто управляет, и тех, кто у станка, а еще сохраняется. А как же тогда противоречие разрешить? Ну, тогда надо, чтобы рабочие, оставаясь рабочими, в то же время всерьез осваивали дело управления, может, проходящие стадии контроля, скажем, выполняли ответственные функции в аппарате. Ну, скажем, в течение 2-3 часов в день. Для этого надо было сократить рабочий день на заводе. Да? А не так, что я 8 часов отработаю, а потом пошел 3 часа управить. Во-первых, куда вы придете, все уже через день закрыты. Вас никто не ждет. А во-вторых, после 8 часов, как вы думаете, много сил заниматься еще чем-то? Чего-то уже нет сил никаких. Поэтому, лозунгов, что у нас все управляют, что рабочий контроль, то есть, материальные условия сделали для этого. Да. И форму избрали эффективно. это вообще возможно сделать? Потому что это определенная категория человек, людей, да, и схватка равных. Конечно, конечно. Потому что это возможно. Возможно. Возможно, в каком смысле? Контролировать-то возможно. Возможно, мы пришли с помощью специалиста. А кто сказал, что мы пришли просто и будем вообще двери стучаться и нарушать? Нет, с помощью специалиста. Специалистам говорят, смотри, что делает. А мы смотрим, сколько он это делает? И что, так долго делают? Я просто, я говорю, зная историю этого дела. Я читал книги. Бумаги, которые, значит, шли с одного стола на другой в течение двух суток, стали проходить за 15 минут. Ну, приходят, говорят, что у вас тут бумаги-то лежат? Все равно побежал, побежал. А если нет контроля извне, со стороны рабочих, со стороны не более заинтересованных, ну, буси лежат, у вас лежат те бумаги, у меня все, и мы никуда не спешим. Нам чего спешить? То есть, это, это удивительное дело. Ну, а раз начали бумаги быстро переносить, вдруг сразу выясняется, что, ребята, вас столько здесь и не надо. Вас зачем столько? При нормальной работе, там, ни чай пить, ни зевать на работе, столько не надо. Значит, тогда мы сокращаем. То есть, когда сокращался госаппарат, вот так, да. Значит, то есть, это велось... Неопытные аппаратчики. Нет, они опытные. Они настолько опытные, что... Другой страны возглавили. Нет, с 37-го года, так сказать, упразднили и шество заводов над госаппаратом, и социалистическое совместиство, о котором я вам рассказывал. Упразднили. И даже не было никакого решения. Вот решение начать шефство было Центральный комитет партии и так далее, одобрил. А решение упразднить не было такого решения. По факту. А вы говорите, это значит, загрызли. Значит, они пришли к товарищу Сталину, скажут, товарищ Сталин, работать не дают. У нас сейчас там столько напряженного, все, они все ходят, что-то мешают отделу, отрывают. Да. Нас отрывают отдел и сами уходят из станков. Производственную программу не выполняют. Слушай, зачем это надо вообще? Мы преданные коммунисты, мы были, проявая кровь за советскую власть в годы гражданской войны. Как вы думаете, такое давление? Бюрократ, он скажет, я бюрократ, я против. Да нет, он же самыми святыми прикроется вещами. Надо секретность соблюдать. Они приходят из завода, они же все разнесут. А как секретность там? Ну, стайна у нас. Все, у нас же обороны. То есть там много было, что можно было сказать для того, чтобы свернуть. Поэтому не надо. А парадчики были еще те. И они свернули. Это дело свернули. То есть социализм не утвердился, как борящееся за в себе бытие, как небытие, не выступая в качестве небытия, бытия для иного. То есть акцент только на в себе бытие, что мы равны, как тружники. Давайте везде искать, чего мы равны. В чем наше социальное равенство. Все получаем зарплату, все живем на трудовые доходы, все приблизительно живем в одинаковых условиях. Давайте мы в чем равны искать. А бытие для иного есть? Есть. У нас труд разный совершенно. Есть производительный труд, а есть непосредственно непроизводительный труд. Производительный труд. Производительный продукт. Так а к чему должны тогда были прийти? Как уничтожить социальное неравенство? Если брать сферу управления, Ленин говорил так, что все должны на время становиться бюрократами, и тогда никто не будет бюрократом. Никто не срастется с этим. А сферу производства вы берете, вот все должны выполнять урок свой производительного труда, и тогда не будет и рабочих. Как непонятно? А как это реализовать? Да как, как. Переменут и сочетание труда. Мы работаем два часа у станка, а потом два часа инженеров. Я просто говорю, два часа учимся, а потом два часа, может быть, и футбол играем, чтобы не засидеться. На нашем технологическом уровне, мне кажется, качество производительного труда, качество всего упадет, управление качество упадет. Потому что, опять же, я повторюсь, управление – это особый склад характеристик. Да, я с вами согласен. То есть это… Я согласен в том, что, конечно, когда решаешь судьбу миллиона людей, здесь должны быть исключительно люди. Отобранные, подобранные. А некоторые вещи простые – быть понятым. Это любой может. Просто грамотный человек, трезвый. Это уже, между прочим, государственная функция. Участвовать в контроле. Да, проверяем, все ли, сказать, вот ваши накладные, покажите, в наличии. Кто этого не может сделать? Все могут сделать. Современных граждан, допустим, мы не можем привлечь к обеспечению права. Конечно, потому что не стоит задача уничтожения классов в современном обществе. Я говорю про социализм. Мы говорим с вами про социализм. То есть вот, что очень важно. Обратите внимание, что в себе бытие – это не просто равенство с собой, а есть небытие, бытие для иного, отрицательное соотношение с ним. И только вот отрицательное соотношение с ним, нечто остается равным самому себе. Отрицательно соотносясь с бытием для иного. Иначе бытие для иного с вами отрицательно соотносится, и тогда от вас ничего не остается. Ну, раз вот мы ведем речь в таком соотношении, где в себе бытие – есть небытие для иного, небытие – бытие для иного, то есть отсюда и мысль, что то, что есть в себе, есть и в нем, то есть внешним образом. Внешним образом. Раз оно соотносится с бытием для иного, конечно, внешний образ. Ну и тогда мы приходим к выводу, что эти моменты снова тождественны. И тогда мы приходим к выводу, что мы имеем снова простую определенность. Потому что нам оказалось, что бытие для иного, оно шло от чего? От иного, от того, от всего и как бы само по себе. Нет, теперь выяснилось, что не само по себе, а единственное с себе бытием. То есть это тождественно стало. Простую определенность, и вот рассматривая простую определенность, какую, как результат снятия различия между себе бытием и бытием для иного, мы придем к вниманию, к постижению того, что такое есть определение. То есть мы с вами сейчас дошли до практически определения. Вот я думаю, что это очень важный этап. И он нам поможет разобраться в понимании, как соотносится в себе бытие и бытия иного. Они не просто моменты, противостоящие, но еще и находящиеся в единстве, в таком отрицательном. Не просто равенство. Вторая мысль, что равенство в противовес неравенству. Значит, находясь в единстве с этим бытием. Отрицательном. С бытием для иного. Вот у Гегеля прямо это видит. Оно само есть, пишет он, о себе бытие. Оно имеет небытие и в самом себе, ибо оно само есть небытие, бытие для иного. Значит, втаскивается. Бытие для иного, в себя бытие. Еще раз. Да, еще раз давайте. Потому что пока мы с вами... Определенность – это как раз отрицательное единство. Бытие иного и бытие в себе. Нет. О какой вы определенности говорите? Снова простую определенность мы имеем в виду, да? Да. То есть... Тождественную. Тождественную, да? Казалось, мы их различали, и поэтому мы не могли видеть простой определенности. А теперь простая. То есть имеет форму опять бытия. Все. Я думаю, что на этом может с вами завершиться здесь, наше сегодняшнее. Такое вот оно, конечно... Такой этап очень непростой в нашем рассмотрении. В себе бытие, бытие для иного. Но он нас... Освоение этого этапа приведет нас дальше. Очень существенно. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!